доброго дня из украины друзья сегодня хочу поговорить про удобрение ну про удобрение я уже рассказывала поэтому хочу поговорить про удобрение по листу вот эта подкормка по листу нужна ли она фиалкам или нет что это значит это значит что когда берут разводят удобрение и брызгают по листу чтобы через лист впитывалось все все вот эти вот полезные вещества которые есть в наших удобрях ах так на заре моего увлечения когда я только-только начала попала на первую выставку я конечно вы приходите да вы видите какое растение и такие вау все вот такая гора шапка такая цветов листьев не видно да а такие цветы вот такой все она красивая у такого она просто бомба да и естественно ты покупаешь листик с этого растения так пока не забыла подписываемся на тик ток а название сортов я как всегда в конце видео говорю значит так ну и я естественно там с подружкой в этом ходили вдвоем нагревали нагревали этих листьев и получалось так что ну в основном нагревали у одного коллекционера вот а выращивать ну вот я сажаю этот лист а он умирает я сажаю этот лист он умирает в общем денег была потрачена уйма я несколько раз вот так вот покупала у этого коллекционера а возьмешь у другого коллекционера там не такая шапка а может и такая же шапка но вот что-то там вот там листья хорошо приживаются то есть вот от чего это зависит да ну и как я для себя сделала вывод что многие коллекционеры они просто кормят по листу то есть пшикают на лист лист потом становится как вам сказать он просто весь такой жирный и вот он весь вот этих в этой химии да и он просто не хочет давать вам потомство если его посадишь землю я сразу же стала сажать землю я через воду не пускала ничего прошло время я перестала там там брать где я брала стала брать других местах стала сажать стала разговаривать я не знала что это такое да я не в курсе была что это кормят по листу кто-то мне тоже из коллекционера сказала я говорю боже вот сколько беру вот этого человека вот сколько беру но ничего не растет ну вот ну ни один лист не прижился просто какая-то засада вот а мне говорят слушай ну так она же по листу кормят и рот что это такое ну куда же я могла знать да не скоро наберет удобрение пшикает а потом этот лист получается весь вот в этой химии и он не дает потомство категорически не хочет сильно мне хотелось у некоторых коллекционеров тоже брать а потом я поняла что кто-то мне подсказал я уже не помню как это было поняла о том что когда вы берете такой лист ну вот по нему видно что он такой какой-то вот такой может быть и не видно может быть у вас опыт знаете вы берете одного человека у него все так и так и тогда но ничего не получается от этого попробуйте это прогнать через воду то есть я потом тоже зная что многие ну даже смотришь ты на растение и видно что оно такое знаете прям ну перекормленное кстати все вот эти удобрения которые по листу они оставляют пятна очень некрасивая потом их очень сложно смыть водой они плохо смываются то есть такое в общем я стала пропускать через воду ставила на неделю воду в стаканчик корни они конечно за это время не успевали пустить вся вот это вот гадость да вот это вся химия она уходила через воду и тогда этот лист можно спокойно посадить вот так что не злоупотребляйте этим да ну красиво да ну пышнее да ну супер но для размножения это не годится как для себя и опять таки можно переудобрить и тогда растение просто скукожится там плохо будет себя чувствовать то есть с удобрением пожалуйста все папа аккуратнее я уже сколько раз до это говорила и для стимуляции цветения там для чего-то там если у вас хороший грунт не устану повторять качественный грунт и вы не пересушиваете не переливаете все у вас будет отличное не надо вам никаких лишних всяких вот этих химий так что если вы попали так что бывает такое вам все равно никто не скажет как кто удобряет по листу или не по листу это я сразу говорю поэтому если вы у вас есть сомнения поставьте их на воду пусть постоят несколько дней недельку и потом они будут себе нормально расти и цвести ну и давать дед давать потомство потому что так она давать потомство не будет так ну вот значит это у нас пришли к самому главному н.к. лично молодость уже цветает но дужи харна смотрите какая каем очка да красивый сортик такой нежный вот такой как не знаю такой прям такой воздушный какой-то да такой прям классный и рюшка такая классная ну а это красавица как всегда для века первое тоже цветение видите только три часа не 4 цвета носика ну тут размер цветка вы видите какой да то есть тут тут больше цветоносов и не надо тут цветок сам за себя и говорит шувера этот еще не открылся у меня да не видите он открывается маленьким не 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 растянулся будет потом вот такой вот так на этом все друзья подписываемся на канал лайкаем комментируем и задаем вопросы все всем пока до новых встреч пока пока